Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Два конкурса ВВС и, на всякий случай, Академию Сухопутных войск Сансир, знаменитую, которую создал Наполеон. И я выиграл два приза, вошел в обоих. Но, но, когда я прошел медицинский контроль для ВВС, все было отлично, до последнего стенда. А на последнем месте там сидит парень и говорит, видишь, тут садись, и достички есть такие. И он измеряет. И потом я сказал, не можешь на испытывателей, но можешь на всех других видов летучих вещей летать. Потому что у меня косточка тут на 5 миллиметров слишком длинная, чтобы катапультироваться. А в современных стандартах я смог бы, но в то время запрещали. Вот, начало. Я стал офицер Сухопутных войск Франции. Моя первая карьера, я офицер, командир. То есть у нас есть, как говорят, мы имеем несколько военных жизней. Основанная военная жизнь есть какая-то специальность. И есть одна, которая считается немножко лучше, если хотите быть офицером, это командир. То есть ваша карьера, это постепенно командовать военными частями. И я вот эту работу делал. Но вы не можете это делать постоянно. Вы на командовании два года, например. Тут это очень... вас вытягивает все. Но потом вы делаете другое. Нужно ехать в штаб, нужно заниматься всеми видами другими. Научными, техническими, другими работами. И для этого вам дается вторая специальность. И вы, когда вы учите, вы не идете только в Верховную военную академию. Вы должны закончить тоже какой-то Верховный другой институт. Я закончил то, что называется Институт передовых технологий. То есть у меня специальность анализ систем. Я, например, одну часть своей карьеры, когда я не командовал, я управлял, одно время я управлял программы, которые строительство АСУХ, автоматическая система управления для сухопутных войск. То есть это уже сложные программы, это вещи, которые нужны для сил. Но, видите, это не командование. Как получилось, что генерал французской армии стал преподавателем в Бишкеке? Я был то, что называется заместителем командира дивизии, евроатлантической дивизии. Это орган французской министерства обороны, который занимается всеми внешними отношениями Север, то есть от США до России, включая Центральную Азию, кризисами, многосторонними организациями, двухсторонним сотрудничеством, но тоже занимается всеми делами НАТО и всеми делами строительства, обороны Евросоюза. И в то время начался кризис Афганистана, и нужно было вести переговоры для баз, воздушных баз. У нас было две, нам нужно было лететь из двух мест. Манас, тут Бишкек и Душамбе. И я вел переговоры для этого. И потом нужно было кто-то на месте, чтобы немножко регулировать все эти силы, которые входят, и все отношения с этими правительствами, и меня назначили как атташе. И приехал в Центральную Азию. Но когда я выехал, я посмотрел, я уже не хочу ехать в Париж, не хочу, потому что что мне остается делать? Мне остается быть командиром, меня назначили уже, чтобы быть командиром этой дивизии. А потом взять еще звездочку и быть каким-то военным представителем в Брусселе. Потом вернуться. То есть еще 7-8 лет поработать, накопить немножко звездочек. Но это та же работа. Я уже ее делал. И другое, это каждый раз иметь офис, я открываю окно, и 50 метров, там новое здание, другое здание. Я привык к тебе, Игорам, и не хотел вернуться. Ну, я спросил министра меня пустить в отставку. А тут у меня были друзья, потому что я работал до этого в рамке программы «Партнерство ради мира». Я уже организовал в Париже встречи с институтами, университетами. И киргизы приезжали тоже к нам в Париж, я познакомился с ними. Я их увидел тут. Они сказали, оставайся тут, иди преподавать. Я пошел преподавать немножко в Дип-Академию и в Национальный университет. У вас есть несколько важных наград. Расскажите, за что вы их получили? У меня особенно, как сказать, две важных награды. Первый – это почетный легион. Почетный легион – это самая большая награда во Франции. И есть уровень, в этой уровне есть, можно быть, кавалером. Потом второй раз его получить – это стать офицером. Третий раз получить, что это – стать командером. А вторая награда французская – это Орден национальной услуги, который имеет те же степени. И у меня есть вторая степень, то есть офицер почетного легиона и третья степень – командер национальной услуги. Но я немножко путешествовал. Как сказать, я был сапером. И когда вы сапер, я пять лет командовал тоже французской организацией противотеррористического разминирования. То есть немножко было адреналина в работе. Вы бывали и служили в разных странах. Расскажите, почему именно Бишкек вы выбрали для жизни? Я тоже жил в Калифорнии, жил тоже в Великобритании год, жил два раза два года в Германии. Нет, просто, если вы берете большие города – Париж, Москва, Вашингтон, Лондон, их не люблю. Там хорошо поехать осенью, посидеть. Там открылся сезон театра, оперы, посмотреть выставки, погулять. Две-три недели. И быстро вернуться куда-нибудь, где люди нормальные. И все, это первое, не хотел большой город. Второе, в Киргызстане нужно все сделать. У нас все сделано. И я повторяю то, что мне говорил один из моих командиров карьеры. Он, когда ушел на пенсию, он меня вызвал, мы дружили. И он мне сказал, Жорж, посмотри, как республика была добрая со мной. Он мне рассказал немножко места, где он был, как его продвинули. Он имел ряду уже вице-министра. Он с радостью такой говорил о своей стране. Я имел то же чувство, когда я ушел. И как республика была добрая со мной, я чувствовал, что нужно что-то передать и отдать. То есть есть время, когда можно больше не думать о материальных обстоятельствах. У меня моя пенсия военная во Франции. Я не могу жить. Но я тут увидел, что молодежь тут. У них нет некоторых курсов, некоторых доступов и все. И я встретил очень хороших людей тут, которые это сознавали, знали. Меня спросили остаться. Я нашел, что это очень положительно. И между прочим, это хороший бизнес. Я хотел, думал, что что-то пожертвую, но я выиграл. Потому что вы не стареете, когда вы постоянно общаетесь с молодежью. Хороший бизнес, вы же обмен. Вы знаете, русский язык слишком сложный, чтобы его учить. То есть я его не учил. И все. Моя мама – потомок русских дворян, которые приехали во Францию во время революции. И, значит, у меня дедушка и бабушка с остальной мамой были. И дома у меня брат один. Брату моему и мне учили дома русский язык. Как тут молодому человеку нормальному учат русский и киргизский. То есть второй язык в подарок. Я знаю, что вы любите горы. Расскажите, где вы уже бывали у нас и куда вы еще хотели съездить? Я люблю горы, потому что я из Гренобля. Гренобля – это Альпы. Ну, другие горы, но тоже горы. Я не был в Тавасе и не проезжал до Испана, до Баткена. В всех других местах я был. Если ехать где-то в Тамгу на юге Сикуля, там очень красиво, и подниматься в горы, там есть участки, где леса. Джитюгуз или другие места. Там есть поляны, леса, горы. Там красота. И то же самое можно найти, если подниматься, но нужно высоко залезть. Есть сзади Григорьевская учителька. Там я люблю эти места. Я люблю встречать людей, видеть, как они живут. Меня не интересует город, потому что вы едете в Москву, вы едете в Париж, вы едете в Берлин, не знаю. Там что? Там дома. Ну, есть некоторая экзотика. Посмотрите, какой-то памятник, посмотрите Кремль, посмотрите Версаль. И люди все грустные, все злые, потому что два часа на работу, два часа с работы, все спешат, толкучка, и люди нету такого. А когда вы едете в любую страну, даже беретесь в США, которые говорят, эволюция там большая, потому что неправда, вы идете в глубинку, везде, вы встречаете людей очень интересных. Я много понял от киргизов инстинктивно. Почему? Потому что я родился в Гренобле, там горы. А в чтении в горах другое. Вы живете, а там человек живет 3 километра от вас. Но если вы хотите его видеть, нужно пройти 150 километров. Потому что тут хребет, и вы не можете его пройти. Потом другое, вы не встречаете людей в горах. И видите, одну вещь, когда вы поднимаетесь в горы, у нас так говорят, когда вы доходите в 2500-3000 метров высоты, вы посмотрите, кто там остается. Вы идете, кто-то идет, он здоровается. Люди уже общаются, здороваются. То есть это они как в городе. Это уже, видите, климат подействовал на них, они гостеприимливые, они немножко резкие, потому что жизнь там суровая, но в то же время это люди, которые чудесные. То, что хорошо, например, в Кыргызстане, хотя это немножко меняется, потому что люди начинают тоже, особенно в Чуйской долине, немножко добавлять всякого удобрения и все. Но тут еще находятся простые овощи домашние. То есть то, что я не люблю, это немножко у нас теперь остаются еще рынки, где находятся такие продукты нормальные. Но обыкновенный рынок, это все сделано в теплице, в каких-то полях. Это удивительно, вы видите, помидоры лежат, они у нас в ящике, все так сложены в своем месте. Все такого же выроста, каждые близнецы, все такие же. А тут идешь, тут куча помидоров, один весь такой кривой и другое. Если взять во Франции эти теплицы, эти стандартные помидоры, можно подойти, и видно помидоры. А тут можно закрыть глаза и понюхать, и есть помидоры. Вас частенько приглашают в качестве жюри на какие-то мероприятия. Какое из них запомнилось больше всех, и в каких бы хотелось бы еще поучаствовать? Честно говоря, я не был еще на жюри, чтобы судить «Мисс Кыргызстан». Вот это нет. Но самое интересное, то, что интересно, я видел тоже, я был не в жюри, потому что нужно тут иметь экспертизу, но на выдачу приза конкурса «Самба», и были чемпионаты «Самба». Мне это было интересно, потому что это спорт очень интересный, я его не знал. И научился, и увидел, как нужно все-таки, это не так легко, как это кажется. Как складывается ваша преподавательская деятельность? Предметы, на которых я работаю, они требуют много подготовки. То есть мне нужно было преподавать химию, это легче. Потому что химия не двигается. Вы в 2015 году преподаете, а в 2020 будете то же самое говорить. А посмотрите, если вы говорите про европовидение. В прошлом году была Великобритания, а в этом году она уже нет. Разговор сейчас, но через год уже не будет. То есть география меняется, политика меняется, кризисы новые появляются, другие решаются. Это интересно, это сам мир. Но студенту нельзя сказать, что прошло и что больше не существует. Студентам нужно говорить то, что есть. Это значит, нужно много-много следить, читать. И это интересно, потому что это позволяет быть факте того, что происходит в мире. Но мне кажется, что я пока остановился, может быть, вернусь в сентябре, увижу в октябре. Но потому что с Дип-академией было слишком много с университетом. Но то, что интересно, это видеть, это университет, но это требует много-много общения со студентами. И это немножко сложно, потому что менталитет все-таки немножко иначе тут. Во Франции преподавателя и университет платят государство в Европе, без пропущения. То есть придет или не придет студент, работает или не работает студент, нам это абсолютно безразлично. Профессор должен быть тут. Он должен интересоваться своими студентами. Он должен их продвигать, их толкать. Когда нужно даже добавочное время, он должен его давать. Без проблем. Но если кто-то не хочет, ну не приходи, нам это не важно. А тут все-таки нужно все тянуть, и есть люди, можно им 10 раз за один час повторить, что нужно потушить смартфон. Это есть... Но я начал с плохого, потом из хорошего. Есть, как везде, есть целая группа, эти 30-30, даже больше, процентов людей, у которых глаза блестят, которые смотрят, которые ставят вопросы. И наоборот, я люблю, когда стараются поджарить. Это интереснее. Расскажите немного, о чем вы мечтаете, какие планы на будущее? Мне хотелось бы поехать в Тавас. Потому что так, там, мне все говорят, я должен видеть все-таки памятник Манаса. Я уже живу тут несколько лет. Нет, когда-нибудь заехать в Тавас, потому что я часто ехал на юг, и тогда после Самир там проезжать, направо поехать, а я спускаюсь. В этот раз, поверну направо. А если смотреть, вообще, вообще, я люблю путешествовать. И сейчас мне хотелось бы поехать в Австралию. Я не был там никогда, и там интересно. Вы знаете, проехать всю Австралию на грузовике, там у них есть такие дороги, есть грузовики, они в 4 раз больше нормальных грузовиков. И там 10 прицепов, как поезд, дорожный поезд, приехать в Австралию на дорожном поезде. И вот мечта. Спасибо большое за разговор, спасибо, что нашли время ответить на наши вопросы. Было очень интересно с вами пообщаться. И отдельное спасибо за позитив. Редактор субтитров А.Семкин